Так называемая проезжая часть улиц в Харциске все больше превращается в непроезжую. Такое мнение сложилось в последнее время у абсолютного большинства водителей. И с этим мнением, что называется, не поспоришь. Последние два года городские дороги прожили без ремонта. И этот факт не мог не отразиться на их состоянии. В 2020-м свежим асфальтом закатали только дорогу в тоннеле, а в 2021-м некоторые разбитые внутриквартальные дороги в микрорайоне Юбилейном. Так что спорить сегодня можно разве что по вопросу, какая именно дорога нуждается в ремонте в первую очередь. И спор на эту тему с подачи главы городминистрации разгорелся в социальных сетях нешуточный. В конце минувшей недели глава администрации Харциска Виктория Жукова разместила на своей странице в социальной сети ВКонтакте и в телеграм-канале новость о грядущем в следующем году ремонте дорог. Уважаемые жители Харциска, спешу поделиться радостной новостью. В следующем году при содействии главы ДНР Дениса Пушилина появилась возможность отремонтировать несколько дорог в городе. Хотелось бы, чтобы выбор сделали сами жители. По вашему мнению, какая из дорог прежде всего нуждается в текущем ремонте? Для предложений работает горячая линия 4, 27, 36. В актуальный опросник Виктории Жуковой были включены 10 улиц. Сообщение разошлось в соцсетях по нескольким харцисским группам и собрало немало гневных комментариев, главный смысл которых – разбитых дорог в городе много. В опросник попали далеко не все. Наибольшее количество голосов без малого четвертая часть была отдано за дорогу на кладбище в поселке Горное. В тройку лидеров попали также улицы Октябрьская и Вокзальная. Промежуточные результаты голосования тоже вызвали у некоторых пользователей, мягко говоря, недоумение. Надо все центральные улицы делать. Нет ни одной улицы в городе нормальной. В этом году так нигде и не делали. А переезд на поселок Горное чего стоит? Улица Зугрессовская. Детки идут в школу, в садик, дорога вся в ямах. После дождя машины окатывают с ног до головы водой. А героев Сталинграда оставляет желать лучшего. Люди собственноручно засыпали эти ямища. Увы, в следующем году уже надо будет все дороги в городе ремонтировать, так как после зимы с нынешним уже их состоянием дорог не останется, лишь направление. Водители такси со стажем знают Харциск как свои пять пальцев. Разбитые дороги – это их больная тема. Город знаю, можно сказать, досконально. Досконально. Все улицы, переулки. Все ямки. Да, да, да. Особенно в такую погоду, когда эти все ямы залиты водой. Это просто невозможно. В первую очередь это Кашевого на Липово невозможно. И трудная сторона Бардина. На мой взгляд нуждаются в ремонте все улицы абсолютно. Ну я не знаю. Я даже не могу сказать, какая лучше улица. Ну не очень охотно едем на Липово. Дорог совершенно нет. Одни направления. Кашевого на Липово ехать невозможно, если только на самолете. Мира, Бардина на Трубном. Возле исполкома ужасная дорога. Октябрьская. Хотелось бы, хотелось бы, чтобы на это обратили внимание. Ну обстановка очень тяжелая экономическая. Я понимаю руководство администрации города, но тем не менее над дорогами нужно работать. Я хотел бы пожелать нашему мэру, хорошему руководителю, чтобы она заботилась о водителях. Центральные дороги хотя бы, первоначально. Ну и, конечно же, кварталах тоже надо подремонтировать. Короче, все дороги надо ремонтировать. Липовка, Трубный. В интернете проходит опрос в социальных сетях. Харцезяне выбирают самые плохие дороги. Вы что, знаете об этом голосовании? Нет, не в курсе. Знаю, но участия не принимала. Нет, не принимала участия, потому что, ну, считаю это не столь важным для меня. До моего голоса, может быть, ничего не будет значить. Тем не менее, в администрации Харцезка сообщили, что голосование продлится до 7 декабря, после чего будут составлены сметы и заключены договоры с подрядчиками.